Доброе утро. В своей демонстрации я покажу работу с базой геоданных, которая хранится в SAP HANA, и при использовании этих данных будем применять правила для редактирования атрибутов, новую функциональность, которая появилась в версии 10.6. Ну и у этих правил есть одно ограничение. Они работают только лишь в пределах одной таблицы, либо одного класса объектов. Это, конечно, нас как пользователей, как распространителей ПО не полностью удовлетворяет, поэтому для того, чтобы связать несколько таблиц воедино, мы будем использовать и представление в базе данных с использованием пространственных функций, которые также доступны в SAP HANA. Итак, еще раз, подключение к базе SAP HANA. Это действительно SAP HANA, я проверяю это. И это действительно база геоданных. Мы здесь видим и наборы классов, и классы, и отдельные таблицы. И одна из таблиц на самом деле то самое представление с использованием пространственных функций, которые считают стоимость домов, которые находятся неподалеку от конкретного участка трубопровода. И трубопровод отрисован разными цветами в зависимости от степени опасности, то есть стоимость домов, попадающих в буферную зону. Строим правила для редактирования объектов. Расчетное правило стоимости домов, которые мы будем наносить на карту или изменять. Рассчитываться будет цена при вставке нового дома, при обновлении свойств существующего дома по формуле. Материал, который берется из домена, целочисленное значение, высота и умножить на площадь. К сожалению, в атрибутивных правилах нет правил, которые отвечают за пространственные функции, поэтому придется кое-что делать руками. Второе правило – это будет ограничивающее правило. Максимальная высота – та же самая таблица «Дома». При обновлении и добавлении новых объектов будет применяться. Ограничение идет на высоту, которую мы ограничим семью этажами. Как предел вписываем номер ошибки и вписываем выражение, которое будет выводиться при нарушении данного правила. Таким образом, дом должен содержать не более шести этажей, то есть семь – это предел. Позиционируемся на нужный участок. Вспоминаю, где у нас буферная зона, точнее охранная зона трубопровода. Позиционировался на этот участок и начинаю добавлять новый дом. Напомню, что трубопровод у нас отрисовывается в зависимости от его опасности для окружающих строений. То есть, если зеленый, то он не опасен, строений нет. Как раз в этом месте и рисую новый дом. Вот площадь автоматически у меня не просчиталась, нет этой функции в Сабхане. Соответственно, я должен применять калькулятор поля для заполнения этого значения. Площадь равна shape.area. Запускаем выражение расчета. Автоматически рассчитывается площадь. Ну и по правилу уже моему созданному рассчитывает стоимость данного сооружения. Попробуем применить второе правило. Установим высоту, ту самую, в семь этажей, которая уже выходит за пределы. Высота должна быть меньше семи. Появляется сообщение об ошибке при автоматическом сохранении, при снятии выборки. Но для того, чтобы трубопровод точно перекрасился, мы должны все-таки ему поставить, то есть, должны этому домику поставить стоимость побольше. Сделаем высоту побольше. Сделаем, например, четыре этажа. И поменяем материал с дерева неутепленной на, например, кирпич неутепленный, который более дорогой. Снимаем выборку. Автоматически происходит сохранение. Возвращаемся к исходному экстенту, который покажет трубу. Ну, вот пока данные в базе, точнее, из базы не обновились, нажимаем кнопочку обновления. И у нас перекрашивается трубопровод. По моему желанию он должен перекраситься в такой ярко-красный цвет. Это как раз говорит о том, что данный участок трубопровода опасен для окружающих строений. Соответственно, мы в данной демонстрации использовали базу геоданных в Сабхана. Мы использовали атрибутивные правила. И, кроме того, мы использовали старую функциональность. То есть, база геоданных и правила – это новая функциональность в 10.6, которая доступна. А пространственные функции, они, в общем-то, были доступны и раньше. И я тоже их с успехом использовал в данной демонстрации.